Привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас обзор огромного заказа Фаберлик с вип-новинками на целых 100 баллов. Итак, поехали! Это заказ по 13 каталогу плюс вип-новинки 14 с распродажей. Много чего, много чего интересного. Давайте начинать. Я взяла пробники новых парфюмерных вод, которые будут представлены у нас как раз в 14 каталоге. Слышала уже отзывы на эти водички. Давайте слушать. Они тут все в одной коробке, я так поняла. Да, начнем именно с парфюмерии. Так, девчонки, давайте с мужского аромата. Самар, да, вот по-моему Самар, если не ошибаюсь, да, Самар. Гала и Сафа, да, Самар, наверное, мужской. Артикул пробника 34010. Вы чего я гадаю? Вот у меня каталог лежит. Да, Самар это мужской синий. Давайте слушать. Неплохой. Но я бы его больше к женским отнесла, если честно. А, нет, вот дальше раскрывается мужскими нотками. Я не буду вам зачитывать ноты. Я буду вам описывать свои ощущения, как всегда, нравится, не нравится и так далее. Я прям не парфюмер, поэтому... Так, классный, сладкий, насыщенный. Может быть, даже в каких-то местах приторный. Немножко одеколонистый где-то на заднем фоне. Вот именно одеколонистый. Больше ничего пока не могу сказать. Так, тестируем дальше. Дальше давайте Сафа, который у нас вот розовенький. Сафа. Так, поехали. Его артикул 340, девчонки, 30. Артикул пробника вам все равно не видно, что показывается. Так, поехали. Пробники взяла тоже по ВИП-программе, они дешево выходят. Это так, и даже пробники парфюмера за водой стоит вообще по космосу. Ой, какой классный. Вот он прям розовенький, и он розовенький. И он по ощущениям розовенький. Здесь есть ваниль, но она совершенно не приторная. Вы знаете, аромат мурмур. Там ваниль не приторная. А вот здесь она еще не приторней. Еще мягче, интересней. Мне нравится, слушайте. Мне нравится пока аромат. Пока вот чувствую ваниль. И интересные какие-то нотки парфюмерные. Даже вот не знаю, что сказать. Не гурманские, но и не цветочные. Он крутой. Он классный. Мне нравится. Очень красиво звучит аромат. Очень красиво. Ни на что фаберлик не похоже. Очень красиво. Но уже по пробникам, вот, кстати, чувствуется, что они будут не сильно стойкие. Пару часиков. А дальше уже будем принюхиваться. Так, следующий аромат, который красненький. Галла Кхала. 34013 артикул пробника. Будем тестировать. Не люблю я пробники такие без распылителя, но выбора нет. Ой, он еще ярче, интересней. И вот это, знаете, то ощущение, когда цвет флакона полностью описывает аромат. Вот он такой фруктово, тоже ванильный. Фруктово-ванильный, гурманский. Я не читала даже описание девчонки. Я понятия не имею, какие там ноты. Вы знаете, я ароматы не люблю описывать. Вот нравится, не нравится. А фаберлик, вы знаете, сами мне нравится мало что. Он тоже очень крутой. И он подойдет на холодное время года прям вообще обалденно. Вот просто обалденно. Если розовый, это такая вот нежнятинка, да, больше нежнятинка. Хотя он тоже классный, то этот он яркий. Он будет более стойкий, чем розовый однозначно. Потому что я нанесла их недалеко. Я уже розовый практически не чувствую. Вот этот красный. Галла, он перебивает розовый просто, ну, в сто раз. Он более насыщенный, более интересный. Здесь есть какие-то нотки. Но не похож, ни на что нет. Я бы, знаете, вот что сказала. Рената красная плюс Элисар. Но Элисар в хорошем смысле слова. Потому что он мне в последнее время прям не нравится. Вот он у меня где-то, кстати, стоит. Какая-то нотка отторгает. Рената красная плюс Элисар. Плюс что-то еще. В итоге получается вкусный такой компот. Который будет вот прям согревать и обволакивать. Прям вот здорово. Отличненько. Я чуть попозже еще посмотрю, что останется по ароматам на мне. И расскажу. Поехали дальше. Так, дальше, девчонки, чек выкинула. Два подарочных пакетика. Один на День Учителя. Скоро. Артикул. 780. 1.204. И второй у Крестного Крестюши. День рождения. Скоро. 780.934. Сейчас покажу, что я тоже заказала. Что буду дарить. В распродаже по срокам годности на центральном складе в этот раз были тканевые маски. Я взяла все три, которые были представлены за 50 рублей. За 50 рублей я готова их брать, на ночь делать и нормально. Дороже нет, потому что лекала неправильная. Наверное, ткань неправильная, скорее всего, даже так. Потому что остаются заломы на лекале и на лице, соответственно. А так они по действию приблизительно все одинаковые. Очень даже неплохие. Но вот эти заломы я простить не могла, но за 50 рублей решила взять. 0071. Зеленая матча. Антиоксидантная коэнзим. Ой, я даже по две штуки взяла. Представляете, 0075. Жаба-то задавила как. И детокс 0073. Пригодятся. Поделаем. Знаете, как дальше попалась под руку вип-новинка? Это новые консилеры выходят. Я взяла в оттенке 6714. Смотрите, какая симпатяшечка. Нео-серу консилер. Вот так выглядит линейка Glam Team. 4,5 мл. Очень интересно посвочить. Попробовать потом в макияже. Кисточка такая. Вот такая. Кисточка вот такая. Давайте свочить. Консилер должен быть светлее тона. Поэтому я специально брала светленький. Без всякой там развязны и так далее. Камера вам совершенно правильно передает. Он вот такой. По плотности, слушайте. Ну, он прям плотненький. Это не Beauty Lab. Но и не консилер. Девчонки, какой у нас с вами очень густой. Я забыла из какой линейки. Среднячок. В общем, по плотности среднячок. На руке впора западает. Будем смотреть на лице обязательно в следующих видео. Все новинки будем вместе с вами тестить. Ну, так вот растушевала пальчиком и нормальненько. Хорошо вот так высветляет. Прям нравится. Пока нравится. И консистенция такой средненький. Нормально. Так. Остатки сладкие. Я залезла. Еще там было много интересного. Взяла вот такую вот соль для ванны. Может, в подарок учителю положу. Пока не знаю, что буду собирать. Набрала всего полно. Что-нибудь дособеру. 29.00 артикул. За копейки она как-то вышла. Запах у нее приятный. В подарок, мне кажется, получить вообще такой будет очень даже ничего. Так, гель для туалета. Так, гель для туалета. Что-то в последнее время не хочется почему-то спрямь для ванны пользоваться. Вот прям гель для туалета. Ну, женщина у нас все меняется. Да, 302-92. Он классный. Он суперский. Он яркий. Он меняет цвет при соприкосновении с водой. И очищает даже самые трудновыводимые загрязнения. Прям вот потрясающе. Все, в принципе, гели для туалетов и Берлик справляются со своей задачей на ура. Девочки, у нас обновляют в следующем каталоге кондиционеры. Обновляют их вроде как. Я взяла один, конечно же, свой любимый золотой орган. У нас и картиночка меняется. И теперь сделали так, что эти кондиционеры подходят для мембранных тканей. И с ними можно стирать все. С предыдущими как бы было нельзя, потому что мембраны ткани могли забиваться. Да, с этими можно. Все кондиционеры абсолютно обновили. Поменяли немного состав. 384 артикул. Давайте смотреть. Ох, дернула как вас. По консистенции вода водой. То есть, как был жидкий такой, вот так и остался. По аромату. По аромату золотая органа. Но, мне кажется, ну нет, яркая. Такая же яркая, такая же насыщенная золотая органа. У меня, к сожалению, нет в запасах сейчас старой органы. Но вроде то. Вроде то. Вроде все на месте. Вроде то. Насыщенный, яркий, красивый такой парфюмерный аромат. С красивым отголосочком. Все супер. Я его очень люблю. Один из любимых ароматов. Прямо будет жидковато, ну ей богу. Мы могли бы чуть погуще сделать. Так, дальше. Тоже, по-моему, остатки сладкие. Если я не ошибаюсь, это витамания. Гель для душа. Да, вот учителю положу. Артикул 2876. Гели для душа из этой серии потрясающе пахнут. Они очень-очень густые. Прям густющие. Они классные. Они суперские. Один из моих любимых. Манго и папайя. Я думаю, тоже подарок будет получить. И достаточно приятно. Так, дальше тоже. Вот это на подарок. Как раз нашему крестному серии пик. Пикельбрус. Артикул. Артикул 2811. Это невероятно крутая серия. Тоже, если вы выбираете подарки мужскому поводу и женскому. Слушайте, я мыла этим средством волосы вообще великолепно. Это наигустейшие гели для душа с безумно крутыми одушками. С безумно крутыми. Вот реально крутыми парфюмерными одушками. У меня восторг. Так, дальше девочки. Два спрея Dream и мальчики. Два спрея Dream Therapy. У меня это Ксюшкина любимая вещь. Она перед сном постоянно распыляет. Поэтому у нас всегда должно быть в запасе. Взяла ей в запас еще пару штучек. Она прям распыляет так конкретно. И ей уже соль не соль, когда нет этого спрея. Поэтому он есть всегда. Артикул его 2559. Распаковала пакет шуршащий. Взяла бады. Какие хочу пропить сейчас еще. Кальций плюс К2. Фокус вернись. Не хочет. Это классная вещь, которую можно в принципе пить на постоянке. Кальций не помешает. Сейчас ногти, волосы восстанавливаю. Поэтому вот эта штука всегда нужна. 157-61 артикул. Уже брала. Вещь суперская. Все отлично. Все замечательно. Так, дальше взяла один из своих любимых бадов. Energy Boom. У нас фокус не хочет сегодня фокусироваться. Вещь, которая у меня в принципе есть всегда. Есть всегда. Не всегда пью, но есть всегда. Когда нужно много дел переделать. Прям спасает. С утра одну таблеточку. И потрясающе. Все супер. Все шикарно. Прям бегаешь как заведенное. 157-27 артикул. Девчонки, мы с ними с телеграммной темы даже смеемся. Дальше повторила живицу. Она тоже нужна всегда. Боюсь, сейчас разберут. И опять ее год не будет. Здесь 90 капсул. Сейчас Ксюшка и Крис у меня ее пьют. Я уже Крис даю и 2, и 3 по одной штучке в завтрак. 158-62 артикул. Вещь безумно крутая. Я уже рассказывала. В садик мы спасались с Ксюшей только так и только ей. Крестному на подарок взяла вот такой аромат Best Bross One Way. Мне больше нравится голубой. Но он у нас мужчина в возрасте. И я думаю, ему понравится больше вот этот аромат. Оформление безумно крутецкое. Еще в фольке. Девчонки, в этой коробочке. А цена вопроса-то вообще смешная. Артикул 32,65. Что голубой, что вот этот красный аромат. Они вот прям оба заслуживают внимания. Они невероятно крутые. И вообще подарит много достойных мужских именно ароматов. Вот женских мало, а мужских прям почти каждый. Влажную туалетную бумагу детскую. Повторяю часто. Периодически любим ей пользоваться. Так, артикул сейчас найду. 30401. Здесь 40 листов. И она смываемая. Поэтому всегда имеет место быть. Так, тоже в распродаже по срокам годности. Только я в прошлом каталоге взяла себе масло чайного дерева для ногтей. Так появилось у нас с вами. Оно в распродаже по срокам годности за копейки. Там вообще просто за смешные. Ах, вот так вот я. Но оно и так стоило недорого. 1344 артикула. Не знаю, есть ли еще на центральном складе. Но на момент, когда я делала заказ, оно было. Так, девочки. Зубная паста для крестюшки. Это умабанановая. 3+, артикул 2886. Здесь нет мяты. Поэтому, если ваши детки ее в пастах не любят, это прям находка. Она ее очень любит. И другие просто уже не хочет даже рассматривать. Так, девчонки, на подарок тоже кому-нибудь. Потому что у меня целая коробка таких патчей еще есть не распечатанная. Много у меня патчей собралось. Три банки точно. Поэтому, скорее всего, они пойдут кому-то на подарок. По программе Faberlic Drive они были за 600 рублей. Я считаю, это классная цена. И тоже подарить какому-нибудь хорошему человеку вполне себе. 0948 артикула. И это действительно рабочие патчи. Они хоть и узенькие, но они действительно рабочие. Я от них вижу эффект. Мне не нравится ни океану, ни о Сеулу. А вот эти прям нравятся. По-моему, в остатках сладких. Сладких тоже взяла мыло. Вот такое кокосовое. Учителю, скорее всего, положу в подарочек. 8638 артикул. Это крем классной серии, которая не сушит. Думаете, новые тряпочки я все взяла. Но я оставляю самые вкусные на потом. Мне безумно понравилась корзина для хранения. Вот эта вот новая. Я обязательно покажу вам ее в интерьере. Вот эту тоже покажу. Я взяла такую же, в таком же цвете, но побольше. Смотрите, артикул 910 468. Здесь у нас 26 на 20 уже размер. Она так круто смотрится в интерьере. Так дорого, богато, девчонки. Вот прям нереально. Пока у нас в корзине поменьше, в такой же лежат там всякие мелочи на столике, всякие зарядки. Знаете, там вот такая вот всякая ерундень. То, что могло валяться, теперь аккуратно лежит в корзине и не создает никакого визуального шума. Эта корзина вообще огромная. Она просто огромная. Она крутая. С ручками. Сюда вообще влезет много. Как много можно туда всего навалить. Слушайте, это прелесть какая-то. Избавляемся от визуального шума. Создаем вокруг себя красоту. Ну, прелесть же, прелесть. Так, дальше погнали. Что у нас еще тут не из новинок. Ксюшке взяла вот такую пасту. Техно Китс. Тоже, по-моему, остатки сладкие была за копейки. 6+. Она ее очень раньше любила. Сейчас она уже такая деловая взрослыми чистит. Это груша. Реально груша. Очень вкусненькая. С мяткой. 23-59 артикул. Вот такой вот мужской дезик. Тоже крестному, наверное, положу. Взяла Таваруа. Приятный аромат. Очень приятный. 36-19 артикул. Он, по-моему, не антипреспират, а просто парфюмированный дезик. Пахнет хорошо. Мужчины таким пользоваться любят. Как бы ради бога. Так, дальше. Пена, меняющая цвет. Девочка взяла. И Крис, кстати, ее уже мыла с этой пеной. Никаких аллергических реакций. Ни сухости, ни шелушения не возникло. А ей безумно нравится. Когда она садится в ванну, наливаем ее в воду. Она меняет цвет. Она прям в диком восторге. Она сначала такая зеленоватая, а потом становится синей. То есть разница прям такая ощутимая в цвете. И детям это очень нравится. 28-82 артикул. Так, дальше что взяла. Много выходит, очень много паст. Новых вот в этой вот линейке. Я взяла мисвак и мята. Я не знаю, что такое мисвак. Будем пробовать вместе. Для всей семьи написано кислородное парафилактическое. Тройное действие. Артикул 29-36. 100 миллилитров здесь. И по сути, что это у нас? Ну что она вот? Ничего тут не написано. В каталоге потом, ну, почитаете. Почитаем вместе. Давайте попробуем на вкус. Посмотрим. Она, кстати, приходит вот так вот зафалькирована. И как она выглядит? Под натуральную такая, смотрите. Такого цвета. Непрезентабельно землистого. Сейчас попробую. Слушайте. Что же мне напоминает-то этот мисвак? Ну, мяты здесь много. Она прям такая обжигающая. Но когда чистить зубу, будем... Ну, не будет она такой сильно обжигающей. Какое-то растение напоминает. Приятно. В целом. Вот, очень приятная. Прям приятная-приятная. Мне нравится. Ну, кто мятные пасты любит, опять же. Так, у нас в следующем каталоге, опять же, новинка. Девчонки, выходит целая серия. Я уже тут все заставила. Надо немножко развести. Целая линейка в серии Эксперт. И что у нас здесь с вами? А у нас здесь с вами ламинирующий шампунь. Я такие вещи не очень люблю. И вообще мне вот эта серия прям волосам не очень подходит. Объем еще прям это мама не горюй. Но будем пробовать с вами вместе. Если что, Ксюшка, у меня сейчас прям волосы длинные. Быстро шампунь улетает. 400 миллилитров. Давайте по аромату. Ой, тоже тот случай, когда аромат соответствует упаковке. Знаете, какая-то малинка чуть-чуть. Ну, не приторная, а какая-то фруктовая малинка с фруктиками. Такая интересная фруктовая душка. Так, дальше ламинирующая бальзам-маска. Приходит запечатанная. Смотрите, все жидкий шелк. Представляете? Артикул у нас с вами 189. Интересный продукт. Для всех, кто обеспечивает интенсивное кондиционирование. Смягчает, разглаживает, по всей длине глубоко ухаживает, увлажняет. Надежно защищает от электризации, пушистости, испутывания. Интенсивный блеск и сияние. Здесь гидролизированный шелк, жидкий шелк. И биотехнологический какой-то крутецкий комплекс. Вот так, мои хорошие. Очень интересно. На самом деле здесь он такой прям беленький. Она, вон, маска-бальзам. Даже немножко, мне кажется, перламутром отливает. Ой, а душка немножечко по-другому почему-то звучит, но тоже вкусненькая. Так, и дальше у нас с вами ламинирующий филлер для волос. Насколько я помню, это первый филлер Фаберлик. Вот гель-филлер, да. Тоже жидкий шелк называется. Тоже приходит запечатанный. Артикул 185. У нас здесь с вами неинтересно, прям заполняет микротрещно. Ну, в общем, функции филлера, да. Обволакивает, заполняет, запечатывает секущиеся кончики. Способ применения. Нанестите достаточное количество средства на влажные волосы и приступите к укладке. Не смывайте. То есть это не смываемый филлер. По сути, это сыворотка для волос, а не филлер. Загнули, конечно, как всегда. Но посмотрим. Посмотрим, как он с своей задачей будет справляться. Фокус, вернись. Он сиреневый. У какой? Нет. Вот вылез. Ну, да, легкий какой-то, сиреневый оттеночек. Радушка такая же, как у шампуня. Будем пробовать. Прям все вам расскажу в следующих роликах подробно. Так, дальше, девчонки. Взяла сухой шампунь, потому что иногда подлюблю его им пользоваться с целью состояния прикорневого объемчика. Это уже не для темных волос, а обычный. Для темных не было, кстати. 27.02. Вот так. Так, едем дальше. Дальше у меня носочки. Тоже выходит в следующем каталоге. Я прям запаслась, вы знаете. Много, много носков. Ехали по порядку. У меня три упаковки вот таких носков хлопковых. Вот эти вот мне Ксюшки, наверное, в такой расцветочке. Размер 36-38 специально взяла, хотя у меня 39. Чтобы нам обоим подходило, я думаю, это не критично. Так, 68 хлопок, 29 полиэстер, 3 эластан. Артикул 820-673. Это новинка следующего каталога. Я эти открывать не буду. Я открою сейчас, вот серенькие уже вскрыла. Вот такие серенькие в размере 39-41. Мужских не было, это женские. Мужчинам, мужу и тоже вот крестному на подарок положу. Почему бы нет? Носочки на не тянутся, сейчас все с вами посмотрим. Вот в котором можно упаковку я распечатала. Они абсолютно такие же. Артикул, я вам сказала, нет. 820-672. Давайте посмотрим, что они себе представляют. Здесь две пары. Одни такие светло-серенькие. Средней плотности, кстати, уже знаете, на прохладненькую походу. Не совсем тоненькие, но и как бы без начеса. Изнанка, да? Но плотненькие, прям плотненькие. Вот у нас с вами носок. Тянутся они прекрасно, поэтому я думаю, мы уже 45-й. Они ему вполне себе налезут. Не критично. Такие же серенькие, очень мягкие, тактильно приятные. Прям как будто вот хлопок и эластаны. Нету тут совсем полиэстро. Прям классные-классные. Тянутся хорошо. Думаю, носиться будут достаточно долго. Качество прям вот чувствуется очень-очень неплохое. Так, дальше смотрите. Вот такие вот две пары носочков взяла. Хотела взять еще футболки, но выходит лонгсливы, футболки. Но бросила в корзину, и они ушли в автозаказ. Поэтому в следующий раз, в общем-то. Так, вот такие вот носочки бежевые. Это носочки из бамбука. Смотрите, вот такая вот этикеточка. Вот так выглядит. И у нас с вами носки с бамбуком женские. 36-38 тоже все убрала, чтобы мне и Ксюшки. Такой же состав, только не хлопок у нас получается. 68 бамбук, 29 полиэстер, 3 эластан. Так, и давайте смотреть. Я взяла в двух оттенках. Вот такие вот темненькие. У них артикул 820-686. У темненьких, у темно-синих. В общем, классные носочки. Здесь у нас уже с вами бамбук 68% пишут. У них такие, знаете, нет вот резиночки. Нет, они закатываются. На светлых видно легче, лучше. Видите, то есть вверху нет резинки. Они вот так вот просто закатываются. Дактильно они тоже очень безумно приятные. Прям вот такие мягенькие-мягенькие. Не сильно плотные. Чуть-чуть подоньше, чем предыдущие. Вот такая вот изнаночка. Но качество тоже классное. Видно, что вот такие носочки не на раз. Не на раз. Классные, понравились. Так, дальше что взяла? Взяла вот такие ампулки, концентрат-активатор густоты волос. И у нас это против выпадения волос. Сейчас втираю уже активатор. Нравится, никаких неприятных ощущений не вызывает. Хочу отрастить длину. Поэтому вот интенсивно занялась этим вопросом. Так, у нас с вами активатор густоты волос 16,93. Здесь 5 ампул. То есть, по сути, 4 упаковочки на курс надо точно. 83,50. Другая. Я раз в 3 дня где-то делаю, потому что забываю. По-хорошему там, по-моему, через день написано надо делать. Ну, ладно. Дальше, девчонки, взяла помадку. Новинку этого каталога, но который уже вам показывала в прошлом заказе, как вид новинку, в другом оттенке. Надеюсь, это будет действительно нюд, которого я хочу. Артикул 409,69. Не помню, как называлось, но помню, что брала что-то нюдовое. Вообще, сама по себе помада обалденная. Я на нее уже подробный пост в Дзене написала, накатала. Так, есть у нас название цвета тут. Помада Мосс. Не, нету, на этикеточке. На этикеточке. Так, давайте потестируем. Ой, этот цвет прям густой. Мне кажется, он кусками, смотрите, вылезает прям гуще, чем тот предыдущий. Это в лиловую уходит помадка. Вам камера передает, в принципе, правильно, еще чуть больше лилового, по факту, нежели, вы видите, еще чуть больше. Я просвочу, тогда тоже в Дзене пост напишу. Это классная помада, которая еще гуще жидкой матовой помады Фаберлик. Она невероятно бархатная на губах. Она обладает средней стойкостью для такой текстуры. Она абсолютно не сушит губки. Она прекрасно сидит. Она ведет себя очень достойно, не требует контра, не растекается, естественно, практически сразу превращаясь на ваших губах прямо вот в бархат. В целом, цвет отличный, красивый, носибельный. Мне нравится, но хотелось более нюдового оттенка, если честно. Но да ладно. Так, дальше новые губки остались, девчонки. Новые губки, новые варежки. Я слышала уже, что консультанты Гринвей плакать начали, что Фаберлик у них отнимает просто хлеб, соль, весь заработок. Потому что, естественно, здесь дешевле, чем Гринвей, а по сути, я думаю, что одно и то же. Здесь у нас с вами профи варежка. Размер 23 на 21. Я сейчас потом пошуршу за кадром, все распакую, покажу, и будет отдельное видео, где будем с вами чистить, смотреть и так далее. 910-487 артикул. Материал здесь как бы вот микрофибра. Это 90% полиэстера, 10% полиамид. Все, и все сделано в Китае. Но здесь в чем суть? Суть именно в плетении, суть именно в переплетении ткани, что благодаря этому она вот так круто очищает. Диск, профи диск, размер 12 сантиметров. Достаточно, кстати, крупный, для моей крупной ладони прям. Артикул силы чистоты у нас серия с вами 910-485. Состав везде одинаковый. Я уже изучила карточки товара на сайте, мне было интересно просто за счет чего. Вот такие губки, они очищают все. 15 на 7 вот такой квадратик, прямоугольничек. Артикул 910-486. Так, сейчас все открою. Достаточно жесткая варежка. Вам камера делает ее голубой? Нет, это бирюзовый цвет, она прям жесткая. Здесь у нас есть с вами этикеточка Faberlic Home. Так, и вот тут вот она как-то прошита еще. Смотрите, так интересно. Внутри вот такая. Вставляем руку. Наносим или не наносим. Написано, что без чистящих средств. Это, кстати, разделяет пальцы. Вот эта вот прошивка. Ну, не знаю, удобно, неудобно. Ну, в принципе, нормально. И погнали чистить. В общем, одели, смочили и погнали чистить. Такая вот она, варсистенькая, как ковер, девчонки. Как мой ковер. Приблизительно такой же варс, прям как мой ковер в зале. Вот, достаточно жесткая, прям такая, трогаешь ее рукой. Она прям такая жестковатая. Так, иди сюда, дорогая. Дальше поехали. Круг. Вот круг как-то уже, ну, тоже жесткий у них, по сути, в принципе, все одно и то же. Опять делает вам голубым почему-то, а не бирюзовый. Внутри чувствуется, что поролончик. А так, сверху, вот, все как бы, как все заявлено. Тереть, тереть и чистить. Ой, слушайте, вот, когда стол трешь, я прям чувствую, что трется так тяжело. То есть, жесткая такая вещь, которая, ну, по сути, в принципе, я думаю, должна очищать. Все проверим, девочки, все протестируем. Так, и вот такая вот губка. Я думаю, что ее, в принципе, можно и для мытья посуды использовать. Можно. Она прошита посередине. Прям вот прошита. То есть, даже поролон, который внутри, он тоже ощущается, он прошит. Это все прошито. Тоже есть этикеточка вот эта. И вот так она выглядит. В руке лежит хорошо. Я думаю, вот, загрязнение с посуды можно попробовать. Можно, в принципе, попробовать мыть посуду. Мне вообще вот этот мятный цвет подо все на кухне подходит. Поэтому я безумно рада, что именно в таком оттенке появились эти губочки. Прям в диком восторге. Так, давайте теперь посмотрим по ароматам. Мужской еще ощущаю. И он мне сейчас нравится гораздо больше, чем в начале. То есть, шлейфит он прикольно. Он прям шлейфит мужественностью. Нравится. Есть что-то похожее у моего мужа. У него сейчас много парфюма стоит. Вот прям какие-то нотки знакомые узнаю в шлейфе. Если вначале я вам говорила, что он на девчачьих похож, нет. Вот сейчас он на шлейфе. Он прям мужской такой. Так, дальше у нас с вами перед галой забыла, как аромат называется. Розовенький. Тоже его слышу. Он очень классный. Слушайте, он тоже очень классный. Он практически не изменился. Я вам хочу сказать. Практически не изменился. В нем стало, да нет, не меньше ванили. Ну, такой же, какой был в начале. Ну, классный. Все равно классный. Хорошо звучит. И красный галла, он немножко приглох, приглох и стал похож на розовый. Но все равно он ярче. Он гораздо ярче, интереснее, фруктовее, скажем так. Все классные. Все три парфюма. Мой вердикт, девчонки, все три парфюма, они классные. Берите пробники, если сомневаетесь, но они все классные. Вот они все носибельные, они все прикольные. Нет в них ничего отталкивающего. Они все интересные, нежненькие, классные. Я себе возьму. Может, прям все три. Мне нравится. Мне очень нравится. Прям вообще супер, супер, супер. Так, и где у нас каталог? Куда-то затерялся. Пришел 14-й уже как раз. Вот VIP-ом доступно было все, что я вам показала. Вот футболки, вот одежда шла в автозаказ. А так я, в принципе, практически все взяла. Единственное, там не брала другие оттенки консилеров. И не все, конечно же, носки. Мне столько не надо. Кто в Фаберлик не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Велком, буду помогать. В следующем каталоге будет подарок вот такой вот колготочки. Сейчас пока у нас бытовая химия. Обзор был, если вам интересно, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всех люблю. Слышу всем. Пока-пока. Так, девчонки, экстренное включение. Пока разбирались с Ксюшкой все, что нажито непосильным трудом, нашли подводку. Это тоже новинка следующего каталога. Жидкая подводка для глаз. Я в каком оттенке взяла, уже забыла. Где артикул-то, ей товарищи? Куда в артикул-то деле? Слушайте, ну это не смешно. Ну где он тут? А, вот он. 556-22. Сейчас открою, просвочил. Это было, как цвет называется, но он крутецкий, девочки. Это такой коричнево-серый, благородный оттенок. Камера вам достаточно правильно передает при искусственном освещении. Прямо вот правильно. Я тут намазюкала посильнее, чтобы вы поняли, о чем речь. Она очень классная. И в глаза бросаться не будет. Вообще не яркая. И в то же время подчеркивать глазки, делать их крупнее. Очень крутецкий цвет. Смотрите, это жидкая подводка. Будет много новых оттенков. Там я выбрала именно такой. Вот такой вот кисточек. Но она мягкая, обычная кисть. Кисть не твердая, чтобы вы понимали. Я уже лампу просто убрала. И одной рукой вам тут фиячу на телефон. Очень крутой цвет. Прямо вот очень. Завтра буду снимки аж делать обязательно. Красивый, благородный, такой коричнево-серый оттенок. Класс. И блестит еще такая. Кстати, блестит она не за счет каких-то вкраплений блесток. А блестит она как жидкие матовые тени Фаберлик. То есть вот такой вот равномерный блеск. Несильный, но в то же время сияние придает. Ой, я безумно рада покупке, слушайте. И она не стирается. Сейчас терла, терла, даже чуть намочила палец. Она не стирается. Ура!